так друзья всем привет с вами сириз админ значит продолжим давайте делать так скажем авторизацию регистрацию то есть мы сделали авторизацию на основе того что на предыдущем уроки увидели давно здесь было была переменная была переменная там user 1d равнялась админ 123 паста ну пусть будет админ да у нас админ админ пусть будет вот такие дела я сейчас авторизуемся да признавались вот смотрите здесь некоторые правки вел то есть вот этот скрипт я поместил ниже и все стало корректно работать поместить его сделать как у меня если кому надо будет могу скинуть исходники на яндекс диск то есть можете их скачать так мы сегодня давайте сделаем регистрацию то есть чтобы сделать регистрацию нам обязательно нужно подключить это все в базе данных вот для этого создадим базу данных то есть open-server и переходим в дополнительно ищем мая админ есть урок у меня там один видео как создать базу данных называется создаем первую базу данных ссылку оставлю в описании вот но можете здесь посмотреть принципе давайте баз данных новых создадим тест например создать переходим в нее создаем таблицу таблица будет у нас называться users пользователи четыре столбца сейчас покажу каких значит первый столбец айди интеджер то есть числовое значение ну действительно вот описание можно если навести подождать ничего ничего не нажимает 4 байтовое целое число диапазоном чисел со знаком от минус 2 миллиарда до 2 миллиарда то есть нам интеджер вполне возможно если 2 миллиарда пользуется у нас будет я думаю если китай если она зарягается то придется нам еще одну базу данных сделать ну а четыре с половиной миллиарда китай и немного индий если она зарягается в общем на сайте так автоэклементы и первичный ключ устанавливаем то есть аккремент автоэкремент авто увеличение значения интеджер айди а индекс пример означает что это первичный ключ то есть ссылка не мог бы сюда идти потом второе поле юзернейм идти так юзернейм варчар то есть варчар это у нас строка от 0 до 65 и 535 ну обычно варчар сдает 255 символ так а юзернейм нам хватит 50 за глаза так и еще одно поле паса тоже варчар тут же 250 255 поставим потом покажу почему 255 сейчас точно покажу и давать еще такую свойство юзера статус то есть эти все поля идеи свойства пользователя то есть его логин его пароль его статус ну статус это будет такие вот статус сделаем админ то есть это будет администратор сайта юзер пользователь сайта без права войти там в админку такие вещи админ может может будет управлять пользователем через админку удалять там разные статусы назначать и статус в бане то есть если он в бане то значит он забанен и не может зайти на сайт и ему будет при авторизации окно высвечиваться что вы находите так сложно вы забанены на этом сайте для там разблокировки напишите на email дает управлять письмо мы смотрим что он там пишет какой причине он может объяснить почему он забанить здесь 10 символов хватит админ банок и юзер где символ не будет подсчитывать сколько надо все сохраняем нашу таблицу таблицы созданы теперь нам надо с ней соединиться с этой таблицы создаем новый файл назовем его db.php то есть обязательно расширение PHP ставим и смотрите как у нас работает сохраняем кодировки vtf8 в предыдущем в предыдущем видео я насколько помню говорил что PHP всегда начинается с такого тега знак меньше знак вопроса печки вот но можно принципе печки не писать но обычно рекомендуется писать потому что не все сервера поддерживает такой синтез без слова печки то есть мы всегда привыкать просто писать печки все будет нормально как мы подключаем сглазь данных смотрите пишу дебе равно mysqli mysqli вот то есть что мы здесь написали дебе это новый объект встроенного класса mysql встроенного класса дам так встроенного класса PHP не помню не помню какой версии по моему 5 и 3 у нас уже появился класс mysqli то есть этот класс работает с базой данных имеет различные функции свойства как и любой класс единственное отличие что он встроенный нам не надо будет создавать новый класс mysqli и он может принимать такие параметры localhost то есть это имя нашего хоста с базой данных пароль по умолчанию в опен сервере в дэнвере там таких программах он пустой а root а пароль пустой круто ты пользуется так и выберем базу данных которым только что создали она у нас тест называлась да вот она тест баз данных так и давайте планы сегодня закончим теперь давайте вызовем этот файл и бит . печки так даже мишка допустил что такое мальчиками за это новый mysql а лохал я неправильно вел вот видите ошибку допустил и у меня сразу то есть ошибка в описании наших свойств в свойств наших базах нашей базы то есть я писал local вот ну короче допустил ошибку вот не пишите localhost это можно было написать 127 127 001 в общем сейчас ошибки не должно быть то есть я задать айтишник можно и так сделать можно и так сделать вот такие пироги в общем базы данных мы соединились так этот файл мы можем закрыть он нам пока не пригодится то есть редактировать мы его больше не будем так и что здесь делаем здесь давайте уберем вот эти вот переменные потому что они нам больше не пригодятся все пользователи у нас будут храниться в базе данных кстати говоря давайте создадим парочку пользователей нажимаем сюда вставить значит первый пользователь будет админ пароль смотрите как мы будем генерировать пароль для полиции и генерировать а преобразовывать значит выводим печи и такая стройная функция есть md5 преобразовывает пароль вот таким вот образом то есть если у нас мы написали пароль админ на выходе мы получим так преобразовывать наш пароль строку длиной шестьдесят четыре байта насколько я помню ну это не факт ну может я ошибаюсь конечно нам не помню точно значение но смысл в том что нам поможет такой пароль от брут форса от различных атак на наш сайт то есть видите такой пароль можно сломать в принципе так пароль записываем сюда статус пользователь у нас будет админ то есть это окей давайте еще одного пользователя просто создадим просто юзер у нас будет юзер также для него пароль плогин будет юзер пароль тоже юзер то есть мы пароль юзер преобразовываем в md5 сколько у нас получилось копируем и статус будет юзер то есть он просто сможет просматривать страницы без редактирования страниц так окей все есть два пользователя мы создали что теперь нам надо давайте если то есть если мы не авторизу то есть если мы не авторизованы то есть если у нас сессии не существует сессия name то есть мы не ввели логин пароль на сайте то давайте выведем ссылку на экран на страницу авторизации то есть как мы делаем ссылку а а шриф лек точка пички заново регистрей так проверяем а так давайте ага перенос строки у нас установлены все нормально вот у нас еще ссылка на регистрацию переходим как видим файл мы еще не создали поэтому создадим файл рек точка пички на этом в этом файле будет содержаться скрипт с регистрацией пользователя так создаем все обновляем и как видим у нас мы перешли на рек точку пички на странице окей так значит открываем этот файл рек точка пички открываем пички теги так и что делаем первым делом первым делом мы стартуем сессию так сессию мы стартанули теперь давайте этот скрипт скопируем маленько изменим его что здесь изменим то есть у нас здесь написано если пользователь не авторизован на сайте то у нас произойдет переадресация на страницу авторизации ввода логина пароля ну а мы здесь напишем если пользователь авторизован на сайте то есть если мы уже вошли на сайт то если мы уже вошли если мы уже вошли вот да только на индекс на хп да давайте сделаем на индекс.php то есть на главной странице если мы уже авторизованы нажимаем на зарегистрироваться или там вручную в адресной строке человек вобьет рек.php смотрите рек.php но мы сейчас в данный момент не авторизованы поэтому мы логин пароль еще не вводили так ну давайте еще сделаем здесь на этой странице на session.php то есть на странице авторизации возможность ввода логина пароля из нашей базы данных из выборки из базы данных вот у нас такие пользователи есть два пользователя так как мы это делаем а вот так вот значит у нас уже здесь есть табличка такая не табличка, а форма которая содержит name и pass вот значит мы тогда если передано значение user и передано значение pass тогда если значение которое передано через пост равно user login так, эту строчку мы пока уберем то есть если человек ввел логин и пароль в форме то тогда проверяем значит давайте занесем эти значения в переменную значит тогда user login равен значению из глобального массива post login а, user давайте назовем не user login, а user name так, user name и тоже специальные встроенные функции PHP воспользуемся которая называется html special charset эта функция убирает из строки все значения не значения а вот такие вот знаки типа больше меньше двоеточие одинарные кавычки насколько я помню точка то есть знаки с помощью которых на наш сайт смогут произвести атаку то есть какой-то SQL запрос или javascript написать вместо имя пользователя и у нас произойдет запросы к базе данных а не введутся логин и пароль то есть но это пока просто поверьте на слово то есть сейчас я демонстрировать это не буду как все делать само собой может это очень долго все делать так и trim trim у нас функция тоже встроенная PHP она убирает пробелы то есть если могу продемонстрировать строка лог лог да равно вот так вот так вот так если мы обработаем а ну просто так выйдем да etcher trim и обработаем trim и переменную лог выведем если на экран сейчас вот это вот значение да сейчас посмотрим не сюда вот выведем а вот сюда пробелы не убрал пробелы не убрал пробелы чуть не убрал стрим трим 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 ну ладно боксу так значит записали переменную юзернейм значение через пост обработан html charset и trim трим а переменную фаспорт запишем фаспорт запишем тоже значение переданной значение содержащее в глобальном массиве пост запишем вот только а у нас будет не юзер а пас так обработан также html charset trim но обработаны еще и md5 то есть мы увидели да что md5 делает то есть преобразует короткую запись в запись длиной 64 байт вот насколько помню 64 байт так отлично 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 значит теперь что делаем подключаем наш файл с базы данных то есть если человек ввел логин пароль то тогда мы заносим что он ввел переменную обрабатываем эти значения заносим переменную и смотрим есть ли такой пользователь уже в нашей базе данных если есть такой пользователь в базе данных то пишем ему что ты уже заректируем попробуй вспомни пароль если восстановить пароль хочешь то тогда туда-сюда там впереди так соединились базы данных и теперь делаем запрос к базе данных положим query у нас будет равен db query какой запрос смотрите делаем select выбираем user логин им пользователя откуда from из таблицы таблиц у нас user user или users не помню users с таблицей users так точно да users пишем потом query где то есть query у нас где так не user логин а username по-моему да да username то есть нельзя ошибаться в mysql запросах потому что он вам просто ошибку выводится ничего не сделать так from users где username у нас равен и в одинарных так трешки в одинарных кавычках вставляем переменную username так все запрос готов теперь что делаем теперь нам нужно вытащить из этого запроса данные и поместить их массив их массив сирид залп у нас будет равен query и делаем вызов 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 вызываем метод SQL fetch fetch ассок то есть создаем ассоциационный массив если мы ввели array то это был и ассоциационный массив и номерной фейчеров это просто номерной массив в данном случае нам нужно ассоциационный массив ввели а теперь как сделаем то есть если у нас если пользователь ввел имя юзер да а насколько мы знаем юзер у нас уже есть да в базе данных такой и пользователь юзер если то есть такой пользователь уже существует то тогда у нас произойдет выборка из баз данных какие-то значения будут получены то есть но если такой пользователь не существует ну тогда у нас ничего не произойдет то есть вот так вот запишем что у нас ничего не произойдет то есть result если и так над вопросом то есть если result не имеет значений вот тогда мы делаем как так что мы тогда делаем а тогда делаем новый запрос к базе данных и вставляем значение то есть это логин который он ввел логин и которым пароль придумал так и то есть мы авторизуем сейчас да не регистрируемся то есть если человек дом нас человек нам передал логин человек нам передал пароль мы смотрим делаем делаем выборку из базы данных по тем значениям которые он нам передал ага вот здесь еще тогда сделаем паспорт username end и и паспорт равен переменный паспорт то есть тогда сделаем если у нас разал существует если разал существует то тогда в таком случае так вы сейчас по-моему так вот я все правильно по-моему делаю в таком случае сессия name получать значение получать значение юзернэйм элзе там им коррект логин или паспорт давайте попробуем зайти как админ на сайт так на 14 линии произошла ошибочка и а не правильный я запрос составил выбрать пользователь и пароль с таблицы с таблицы юзерс где юзернэйм равно юзернэйм и паспорт паспорт сейчас вроде правильно так админ админ дюйце юзернэйм да так но еще конечно не были то есть чего дюйце Так, юзернейм, пасворд, юзерс, юзернейм, юзернейм, пасворд, пасворд, окей, ну давайте сейчас вот так вот попробуем авторизоваться, lowadmin, но маленько неправильно я сделал, хотя, ну да, хотя правильно, 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 то есть я проверил, есть ли у нас такой пароль в базе данных, если такой пользователь в базе данных, если такой пароль и пользователь есть, то тогда разрешаем зайти, да, человеку на сайт, ежели нету, то пишем incorrect, login for password, давайте попробуем некорректные данные ввести, так, ничего он не вывел, должен выводить, если результат, то тогда сэшеннейм равно юзернейм иначе, ну конечно я эти свечи забыл написать я вам честно скажу, я это видео уже записал, оно у меня почти обработалось, то есть формат ави перевелось, я же, нет бы, чтобы сохранить, я нажал на крестик сюда, просто закрыл его, там видео было 40 минут, в принципе, нормальное видео такое получилось, вот такие пироги вот бывают, у меня тут бывают, видите, incorrect, логин или пасворд, отлично, давайте попробуем, как пользователь, пользователь, дайте юзер, юзер, эксайд, все, так, есть контакт, то есть мы страницу авторизации через базу данных сделали, теперь сделаем, давайте страницу регистрации, а, так, обязательно закрываем соединение, да, закрываем соединение то есть db, вызываем db, из свойства db close все, закрыли, так, теперь давайте попробуем регистрацию сделать, то есть если у нас сессия активна, активная сессия, то мы переходим на индекс.php, давайте проверим, работает это или нет то есть вводим админ, авторизуемся, админ, сессия наша появилась, переходим на главную страницу сайта, а, на страницу регистрации и нас перебрасывает на страницу авторизации, о, на главную страницу сайта если мы выйдем, выйдем с сайта, перейдем на страницу регистрации, то нас не перебросит, а все работает так, если сессия существует, то тогда переброс на главную страницу, если сессии не существует если у нас не существует сессия, то тогда выведем формулу экрана, давайте прям, наверное, эту форму скопируем, чтобы написать мы же ленилый, вот так, раз, два, два, так, 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 это ссылку на регистрацию выбираем и здесь давайте добавим второе поле паспорт, который будет у нас подтверждение пароля то есть, ну, человек может ошибиться, когда вводит пароль для регистрации, чтобы он не ошибся мы попросим ввести пароль два раза так, первое поле пользователь второй паспорт напишем напишем конфирм конфирм паспорт поскольку он конфирм подтверждение сейчас важно, конечно так, давайте попробуем обновим вот у нас такая форма появилась по имя придумать надо пароль подтвердить пароль здесь напишем так ок форму мы написали теперь давайте сделаем обработку этой формы то есть, если мы получаем данные если мы получаем данные если мы получаем данные из глобального массива пост мы получаем такие данные как юзер так, если мы получили данные юзер так, если мы получили данные и значение глобального массива пост и паспорт у нас равняется значению из глобального массива пост с паспорт то есть если у нас значение так то есть, если у нас введенные пароли для подтверждения равны то тогда include ans db.php подключаем и делаем запрос к базе данных значит query равно db рано я сделал запрос к базе данных начал делать давайте обработаем эти данные сначала значит у нас переменная user login равна давайте отсюда прям возьмем ну прям так возьмем то есть обработку не будем по сто раз писать одно и то же то есть username равно html special charset trim из массива user password из массива только не пас конечно у нас сейчас будет а е пас то есть выбираем какое-то одно из двух значений то есть если это значение равны то нам без разницы из какого значения выбрать из этого значения или из этого значения так да можно вот так вот сделать даже как и здесь то есть сначала принять значение а потом уже заинклюзить базу ага все да hdb и делаем такой запрос так и делаем запрос сначала тоже select тоже наверное можно отсюда его скопировать select то есть у нас будет проверка если уже пользователь такой существует то человек не сможет здесь зарегистрироваться под таким же пользователем давайте скопируем опять же можно было функцию создать ну ладно не будем сейчас извращаться, развращаться, заморачиваться то есть выбираем из массива из баз данных db выбираем username password from из таблицы users где username равно username password равно password только единственное что мы здесь паспорт не будем выбирать да потому что просто юзернейм выберем так потом заносим все это в астационный массив и пишем и пишем если 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 так вот сейчас не помню так правильно будет написать если результат то есть если есть у нас значение то тогда напишем echo логин инкоррект то есть некоррект напишем не будем дальше там еще так теги я закрыл давайте попробуем ввести юзер да юзер да логин инкоррект пишет то есть он ищет а если мы ведем несуществующий то ничего не напишет просто одна страничка если ведем админ извиняюсь но поступ так значит проверку мы сделали львы да львы но Делаем запрос к байс данных, но уже не select, а insert, insert, into, вставлять таблицу, users, какие значения, user name, password, значение переменной user name и значение переменной password. Угу. 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 Если у нас произошла вставка в базу данных, то есть если у нас select, о, не select, давайте назовем ее, эту переменную, а insert, если у нас insert сработал, если insert сработал, если insert сработал, то давайте выведем на экран, welcome, не знаю, так пишется, не так, а, если insert сработал, то наша сессия примет значение, наша сессия name примет значение username, то есть не будем мы пока подтверждение, да, делаем там, что на e-mail пароль, а, на пароль, на e-mail высылается ссылка, то есть подтвердите регистрацию на сайте, да, вот, то есть, ну, как если вы где-то регистрируете, помните, да, обычно там вам ссылка высылается на вашу электронную почту, вы на электронную почту заходите и нажимаете проект, уходите по этой ссылке, то есть, ну, мы пока так делать не будем, делаем просто, если он уже ввел те данные, которые, которых еще нет в базе данных, то тогда, пожалуйста, welcome к вам будет приветствовать юзернеймы, да, можно на самом деле юзернеймы приветствовать, или session name, давайте юзернеймы, давайте проверим, у нас все работает, если нет, наш монстрилл, так, ошибка на 14 линии, ага, ага, ну, здесь ошибка как минимум, ну, еще я, конечно, коряво маленько запрос составил, ну, ладно, давайте попробуем, так, я где-то там, забыл указать, скобку что ли, что-то пишет, ну, вроде в скобке я все указал, так, если результат, то эчу, логин, incorrect, так, на что-то, на какой линии, на 14 линии, если сравнении вы не даву есть say юзер, юзерный, поиск мочи, Давайте, знаете, как это делаем? Вот это все мы добавим. То есть, если не разалк, то тогда сюда. Иначе выведем на экран логин or password incorrect. Ага. Опять ошибка на тринадцатой линии. Так, где этот ошибся? А, ну, конечно, о query забыл написать. Query. Давайте попробуем как users зарегистрироваться. Узер. Так, две. Данные мысли добавились. Так. 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 Глава вообще не работает. Давайте еще раз попробуем. Выйдем из нашей сессии. Перейдем к станции регистрации. Введем. User. 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 А, ну логин, пароль не коррект. Инкоррект. Все, вот. Почему первый раз не ввел? Может я страницу не обновил? А, ну во-первых, здесь пароли не совпадают. Давайте админ. Пароль раз, два, три. Раз, два, три. Регистрируемся. Логин. Уже такой есть логин. Пароль-то совпадающий ввел. Я точнее, совпадающий ввел. Но логин уже занят. Так что, извини, друг, но ты зарегистрируется пока не сможешь по таким логинам. Придумай что-нибудь под другое. Так, ну что могу сказать. На этом, наверное, все. Вот, 48 минут уже. Ну, наверное, тогда на этом все, в принципе. Давайте в следующем видео... А, что я хочу, я хотел сказать. Вот, важно, поймите, что здесь ничего такого сложного на самом деле нет. Во всем этом коде. Если вам интересно и будете дальше там изучать это в PHP, то это вот очень интересная вещь. И намного расширяет нам возможности по сравнению с обычной работой вебилдера. То есть вебилдер, по сути дела, по сути своей. Это сайта, визитка, одностраничка. То есть нельзя там данные никакие редактировать без вебилдера. Там и много таких вот ограничений есть. Но с помощью PHP, если мы мало-майски знаем язык PHP и MySQL, положим, да? То мы сможем намного расширить функционал нашего сайта. Вот, так что советую все-таки. Ну, если вам дальше не надо изучать этот PHP, то можете просто скопировать этот код, который я здесь сделал. Создать такую же базу данных с такими же пользователями. И, пожалуйста, человек сможет регистрироваться на вашем сайте. Ну, если не надо кому оставлять комментарий, я выложу этот код на Яндекс.Диск и ссылку в описании выложу тоже. Если не надо, то не выложу. Ну, такие пироги. Всем пока. С вами был Мистер Админ. Увидимся в следующих видео. В следующем видео будем делать личный кабинет пользователя. То есть, чтобы пользователь зашел в личный кабинет. Если он авторизовался, зашел, может перейти в личный кабинет, где сможет поменять пароль, предположим. Все, пока.